девочки всем привет начала завтракать и думаю они начать им не снимать влог в общем налила себе кофе положила сыр любят его вот одну уже съел вот такую мюслю мюслю мюсли 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 вот еще у меня есть вот такой вот я не знаю что это пряник но не знаю буду есть его или не буду это лишь покупал он съел половину ну такой мягенький нормальный вот и смотрю значит youtube и девочки обратила внимание на то что я вам не показывал эту подставку она у меня наверно уже вторую неделю мне так она нравится смотрите как круто стоит это снючит подставка на металлическая девчонки она такая крутая к ней вообще вообще она идеальная там заляпана где-то ну понимаете да у меня дети я ею пользуемся вот она вот такая металлическая тяжелая прямо устойчивая цвета были разные у меня розовое золото насколько я помню что я вроде бы его заказывала есть еще серебристая есть еще золотая может золотая слушайте не помню честно говорю не помню она вот такая вот металлическая смотрите идеально просто сделано и по отзывам там все было идеально регулируется можно и планшет стоит как мне нравится девчонки вообще но просто вот эстетическое удовольствие я только от нее даже получаю смотрите видите она очень очень хорошего качества прям классная вот просто сейчас вспомнила что он не показывала поэтому надо показать а я смотрю знаете что смотрю что я смотрю дизайн вот я люблю смотреть вот такие вещи про дизайн квартир для себя ничего не беру ни на заметку никак потому что мне в голове уже картинка сложилась про нашу квартиру я просто люблю эти вещи смотреть и даже ну я так и не сделала понимаете да просто смотрю я подписан на всякие разные вот такие вот эти оли конча качанова это абракадабра какая-то или забыла как там in my room что-нибудь и по того в общем мне нравится я прям отдыхаю вот головой отдыхаю когда вот это вот дело смотрю так что так что ладно буду завтракать всем приятного аппетита кто тоже сейчас будет кушать кстати вот тоже иногда говорят какие-то детали да вот стол видите стол стоит там говорят о стол сама обычный самый простой ну не сказали где купили вот круглый стол то я ищу я бы его посмотрела поближе но они про него не сказали ну не сказали не сказали я буду дашу смотреть вам можете вот не смотрела кстати видите у меня здесь ольга фео тоже это дачные влоги но не влоги там она так тихо спокойно рассказывает показывает я не очень много на кого подписано в основном вот что мне значит тут youtube еще рекомендую это то что я не смотрела да получается вот канделябра да я абракадабра сказала канделябра а вот здесь вот написано девочки сейчас буду смотреть я всегда когда завтраку я смотрю дашу а дальше уже как у меня по времени получается так что так что хотелось поделиться посмотрите какая у нас погода вчера вечером пошел дождик и у нас сейчас по прогнозу на 10 градусов ниже то есть это прямо ощущается естественно и даже ощущается как будто бы это прохладно то есть получается 23 градуса моя самая любимая погода но так как бы свежо после жары там но хорошо хорошо я сейчас буду полы мыть но освежу все потому что вчера вечером пропылесосил мальчишки тоже пылесосили и соответственно сейчас я полы ну как помою девочки под отру под отру полы они не сильно грязные но мне хочется это сделать потому что не душно комфортно смотрите девчонки пылесос у лежит вообще не шевелится и причем она голову повернула отвернулась но сейчас я тут начала шуршать пока телефон брала я прям пофигу абсолютно сильнее включу вообще да ну лимут хотя это на самой сильной скорости мощности да и рис а я чего пылесосу то сейчас мальчишки вчера вечером клубнику ели вот здесь вот ну веточки были накиданы что-то там еще вот нужно было пропылесосить какое-то печенье не знаю хотя я пылесосила но они еще позже это наделали девочки а мыть буду вот этой швабры тоже снюю чик я вам ее уже показывала но ссылку не оставила намеренно причем одна девушка написала пусть оксана попользуется я посмотрю нравится или нет девочки нравится нам мы ее реально заценили уже давно но вот здесь вот одевалась еще на ведро такая насадочка чтобы мусор вот так вот снимать с нее я ее сняла потому что я ее не пользуюсь и получается что ну я ее как-то задеваю она слетала в общем я ею не пользуюсь вообще потому что как такового мусора ты нет и вот единственное что я потом ее сюда вставляю вот самое сложно это сюда вставить ведь я одно сейчас рукой так смотрите она вставляется сложно ну плотно скажем так ну так и должно быть вот потому что она выжимается обнимается вообще легко ну то есть и обратная и уже опять с трудом засовываю вот и все она сухая хорошая у меня одна тряпка уже использовалась ну точнее как я ее для грязных работ прям грязно грязных а вот это вот на каждый день нормально вот и сейчас буду мыть очень удобно очень девочки удобно мне очень нравится так что тоже кому интересно ссылочку оставлю мне и прям быстро и высота хорошая я прям ну полюбила ее и у нас же линолеум дебильный он у нас очень скользкий когда мокрый а вот после когда мы то жмешь в эту вот насадку да он практически сухой ну нормально прям не скользко что вот ладно быстренько сейчас там подотру везде и все будет хорошо он какая-то штука не знаю вот видите отмыла отмыла все пошла мыть налила воды по побольше потому что там еще что-то прилипшие тут прилипшие вот где-то тут вот что хотят сказать единственное мне знаете что не нравится вот на постоянной основе если мы темно мыть грязь ну надо часто воду менять потому что здесь объем небольшой мне вот это вот не очень подходит ну получается вода отрасходуется она в отжим туда уходит и получается воды мало и вот это будут их отца в маленьком количестве просто протереть пол быстренько да вот перед переходом кого-либо там вот дорог ну проходимые части это вообще замечательно это быстро удобно все а вот если грязи много тогда нет она не подойдет потому что вот воды мало все равно тряпка не промывается хорошо тогда нужно тряпку нормально промывать хорошо и мыть а если вот уже я говорю когда достаточно чисто пост просто пыль прибить тогда вот самое то не надо постоянно ее снимать промывать а вот именно здесь вот таким вот небольшим количеством воды я думаю что прямо за глаза девочки поставила вас на кастрюлю у меня штатив то сломался я заказала себе штатив слушайте я сходила в душ я помыла полы я сходила в душ голову не стала мыть потому что вечером мыла вы видите что у меня на голове ну блин как будто и не мылась мне жарко сейчас я все равно делаю дела там одежду складываю вот у меня очередная стирка постиралась а говорила что не буду вот эту вот курточку стирать она посмотрела рукава в доме не видно было но и она не отстиралась как бы здесь есть немножко затертости вот такие ну в общем я ее освежила и все вешаю сюда вообще я развешиваю белье ну прям развешиваю развешиваю и вот на эту вот крайнюю футболки детские взрослые неважно да я вешаю сюда в основном детские сейчас взрослые футболки на спальне висят вот слушайте и риска идет девочки риска идет на днях у нас был сильно сильный ветер я что сделала я открыла балкон мы не открываем балкон москитной сетки нет и риска естественно прыгает сюда есть сразу хочется здесь видите коробки стоят и сразу интересно и это было вечер лёша что-то там в спальне было ли с мальчишками в общем не в кухне а я загружала видео и просто подумала о том что как хорошо поддувает и говорю где риск голову поворачиваю такая ну я сидела там то есть соответственно сюда девочки и она прямо вот на этой вот штуки она же вот вот там подоконника нет вот столько всеми четырьмя лапами девчонки я сейчас говорю мне о ком в горле стоит и я как это глянула я вот подошла к выходу входу в кухню я такая и рис и рисочка девочка и скис короче она вроде но она оборачивается я думаю сейчас обернется и полетит а у меня вообще такая мысль почему я обернулась посмотреть где она потому что мне в голову стукла как она летит девчонки и у меня постоянно я почему и не пускаю сюда потому что мы блин это вообще ой идет лёша я говорю она у меня уже истерика внутренняя я говорю она на балконе ты представляешь гури не иди туда и и понимать он так тихо он начал ее звать и я начала ее звать ну короче спрыгнула она он гордо она не глупая я году не в этом дело то что она глупая или не глупая просто она запрыгнула девочки здесь 5 сантиметров ну шесть максимум профиль по моему 6 сантиметров короче я такой стресс пережила вообще а вот значит что а девочки что я хотел сказать вывернуть надо где вешалки вешалки не взяла на столе оставила ванну мы продали ванну у нас ванной здесь нет вообще как продали практически практически отдали но нет понимаете когда напишешь адам даром люди будут мозги делать долго будут ехать завтра переносить когда есть цена небольшая они за не приедут я говорю выставляй за 700 рублей он такой а игру за 500 хорошо его нет за 700 200 ты скинешь за 500 отдашь он ладно он ее значит фоткает она вот как стояла с дном сюда в эту сторону он ее сфоткал разворачивает ее она грязная внутри но вот какая-то пыль там это слышишь она грязная на главную фотографию ставь вот этот ракурс а здесь извините она грязная я еще за 500 рублей ванну должна помыть нет я говорю я мыть ее не буду вот и тут же тут же начали писать многие кто-то просил цену сбавить кто-то нет ну лежа с первым попавшимся договорился он горит на завтра и вот когда мы на дачу ездили в воскресенье почему мне еще звонил это детей нашла и из-за ванны там уже сейчас приедут ну благо мужчина на своей газели был ему пришлось 15 минут подождать потому что я 15 минут стояла разговаривала вот и все нормально так что еще значит хотела рассказать смотрите пришла в итоге сюда не видно вам хотела рассказать завтра девочки я иду с утра красить в детском саду нет дорогая моя красить детском саду детскую площадку в общем это от федины группы и какая история надо было там значит краску купить это за счет детского сада и просто пишут в группе нужна помощь тишина девочки а значит прошло сколько-то времени я пишу ну чё блин покрасить я могу прийти это было недели две назад я говорю я пишу я могу прийти покрасить ну понятно что не одна как бы да но и после меня стали отзываться девочки уже люди красит а я до сих пор нет а почему потому что жара было не я не знаю я знаю точно что воспитательница красит федина вот это точно знаю родители я смотрю там ниже пишут что я могу прийти на следующей неделе кто-то да кто-то еще как-то и друг ну и там кто в комитете то стоит напишите кто придет я пишу я завтра могу с утра я планирую завтра с утра но планирую если не будет дождя то я поеду да я сразу с ними поеду вот по идее я хочу потом леруа съездить леруа я так не поехала почему потому что во первых вчера ждали как типа с утра что нам привезут бак для душа сейчас покажу этот бак я вот так вот все расправляю кармашки расправляю вот и глаз девочки реально вот это я не буду гладить сейчас я ее еще стряхнулся старт расправлю и все будет хорошо как лёша достал из коробки этот рубашку не одел он говорит она мятая грея постирала гладите и не надо вот это коллинс рубашку него и короче говорю хочу плеруа вчера мне привезли этот бак в три часа дня девочки место обещанного с утра сегодня должны прийти по идее рекламация должна решиться насчет шкафа купе поэтому я вам пока показывать его не буду сейчас немножко покажу в комнате что у нас там стоит что у нас там стоит вот вообще но двадцать девятая же сегодня насколько я помню да это коробки чашечки чашечки которые надо по идее помыть а бокалы для вина все так стоят в этом они уже почти облезли иди иди вот я забыла что я говорила девочки я не помню чё у меня ника полезла какая-то ёлка себе ладно это не от футболки шкаф купе рекламация сегодня двадцать девятая вспоминаю ладно должны должна решиться как бы по идее сегодня и сегодня должен прийти вот это вот окно балконный блок да вот это окно он открывается в кухню а дверь помните я говорила что я хочу чтобы она открывалась сюда на балкон ну потому что места не хватает постоянно ходить тем более мне белье вешать вообще неудобно крайне неудобно причем мы будем этот порог отбивать он вот такой вот вот такой мы уже все ноги перебили об этот порог и 8 сегодня должен прийти отвите вот видите который на даче этот но не отвите и у него товарищ занимается окнами он уже на дачу нам делал окна окна очень хорошего качества и очень я созвонилась сказала что пришли померили и потом посчитали сколько это будет стоить по пожарной безопасности мы проходим потому что окно открывается в комнату а здесь балкон ну как бы понятно да то есть я этот момент уточняла вот ну посчитают скажу потом вот насчет видите у мирослава день рождения субботу будут отмечать я так и не поняла мы приглашены или нет ведь я звонил лёша сказал это но как приглашены не приглашены но все равно это детский день рождения понятно что надо что-то что-то купить в подарок потому что причем что чего-то 2 надо купить чтобы мальчики дарили каждый же хочет подарить мы вчера вечером ездили в карамель купили мальчишкам кепки запасные вот я вам это говорила нет это я не говорила ли это я говорила ленис ульян и вчера вечером вот купили кепки запасные потому что приезжаем с дачи кепки грязные из-за этих кепок бывает забываешь но приезжаешь быстрее короче начинаешь готовить там либо есть потом мыть их мой тоже вечер происходит поэтому либо я забуду ее постирать ну их постирать либо я их постираю вот руками да но если машинку позже закидываю чтобы уже всякое бывает и потом сушу на кране чтобы она стекала они не высыхают еще надо еще запасные кепки у них еще две есть но они уже такие позорные но в сад точно ну бывает ходят а 7 понедельник пошел в панамки почему потому что я забыл постирать кепку в общем купили кепки купили арсению кепки по 150 рублей купили арсению эти кроксы кроксы 250 или 350 вот не помню потому что у него желтенькие есть но они ему маловаты прям пальцы уже давит федев не ходит и соответственно купили и купили еще в сандали попали сандалии потому что они сейчас будут на даче постоянно да и в общем все равно на смену надо сандали а те сандалии которые мы покупали они в итоге в саду в них ходят вот еще значит что а и вот я себе купила тоже сланцы девочки я в них сейчас мыло полы и в них не скользко я вам хочу сказать вот они мужские я смотрела лёшу лёшу нужны сланцы он задолбал мои девать из экспресса за 99 рублей черные сланцы он их одевает я обувает я такая говорю лёш хватит мне в них удобно я беру ладно а у меня есть еще розовые но они стоптались уже и очень я вчера смотрела ему а потом говорят ему взяла померила и так удобно девочки замечательно просто я сейчас на балконе я здесь тоже подтерла пол все нормально но буду на даче не ходить вообще они очень удобные замечательные 250 я вроде бы как бы 250 и вроде не горела с другой стороны нормальные сланцы пусть будет чем вот ходить потом ругаться из-за этого вот а что еще большему ничего вчера пукет 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 блин как его зовут пукет пукет да в общем федя захотел пукет потому что арсений есть кругленький а у феди нет пукет пукет вот и там была футболка и она вот такая вот ну прям такая большинка футболка купили 200 рублей и что вы думаете вечером арсений захотел себе такой же я говорю у тебя же есть круглый но он тебя уже давно ты же играешь с ним уже как бы наигрался но зачем тем более зачем такой же если вы можете поменяться круглый там этот хотя он уже феде давал он его и вся относил в общем сказал хочет но может не то чтобы забыть передумать поэтому может быть и передумает очень удобно девочки я хочу сюда сушилку поставить сушилку поставить свою которая я вообще думала все все я ее выбрасываю девчонки прям вот беру и выбрасываю наконец-то нет девочки пока я ее не выбрасываю пока она мне очень нужна потому что я перестирываю все вещи вот во первых а во вторых пока ее можно поставить сюда таскать и никуда не нужно у меня вот это место пока будет свободно ну блин я сейчас я покажу что здесь всякие вот эти вот расходники а мы же будем делать начнем делать с кухни девочки мы начнем делать с кухни я говорил что с детстве а что произошло что пошло не так я ее качнула да и она упала ладно пусть висит так да с кухни начнем а потом детскую туалет с ванной мы делать вообще не будем в этом году то есть мы и не планируем вообще даже близко но это потому что и физическим лёши не не разорвется и материально вот кстати века у нас работают девочки века у нас работает уехала в шую работает упаковку упаковщицей на море она никуда не поедет да она поступила в колледж не знаю в какой находишь поступил вернее как бы знаю но вам не скажу что-то на ташкентской какой-то юридический колледж это опять же я узнала от папы она ему написала не мы с ней общаемся все просто в тот момент когда она поступила на папе написал но естественно папе над сказать в первую очередь да а папа уж мне передаст мне она не написала но мы с ней общаемся все нормально надо спросить почему она мне не написала ну а вот как то так и не поедет она отдыхать девочки не с мамой не с нами с нами потому что мы не поедем вот а с мамой ну потому что она не поедет там у них свои свои дела ничего не могу сказать даже говорить не буду а мама поедет а вика не поедет ну я как бы тут без комментариев девочки тут без комментариев понимаете потому что мне тоже это непонятно в общем ладно так что вот так что пойдемте вам бак что ли покажу а у нас живком эти диван сложили сейчас покажу все девочки вот девочки в итоге как у нас здесь сейчас все происходит так у нас здесь сейчас все происходит что у нас здесь происходит ну да фидина кстати кроссовки уже пересохли надо убрать а чё это ты а чё это ты у меня опускаешься плечико опускается съезжает не съедет или съедет не знаю зачем мне эту туника блин она не то что она мне нравится с ну короче она мне нравится на самом то деле но я ведь ее ни разу не надевала а один раз но вы наверно не видели там гости приходили и в общем один раз я в ней была вот но рассветка мне нравится такая иногда ладно вот эти вот материалы это но должны как-то немножко подразобраться вся вся и тазик я здесь оставляю переворачиваю чтоб пыль не летела и потом короче говоря белье складываю в него вот здесь так коробки и стоят и в общем здесь ванны нету девочки ванны нету круто здесь коробки так и стоят так что все нормально и вот то что линолеум здесь мне очень нравится это я не могу дальше показать потому что я упираюсь своим маленьким штативом в живот себе в общем ветер прям хороший прямо свежий хороший мне прям нравится что не душно здесь обычно здесь прям душно как в сауне и вот девочки этот порог про который я говорю мы вот реально получается на него наступать можно а с той стороны на него нельзя наступать потому что он пенопластовый помните кстати когда мы квартиру смотрели приезжали я еще наступила на порог когда мы смотрели галина нам показывала я наступила игры что нельзя наступать я снимала в этот момент вот и лёша его будет убирать и соответственно будем сносить в любом случае это дверь по-любому нужно менять при любом раскладе из-за того что она ну порог будем убирать она короткая да ну и соответственно я хочу не знаю сколько это будет стоить вообще сейчас и металл подорожала это же металл вот но мы хотим ее заменить обязательно с нее и начнем а потом уже он здесь будет штукатурить шпаклевать на потом уже в детскую перейдем упс фокус гуляет на белом фоне в общем девочки вот так у нас сейчас выглядит детская комната мальчишкам нравится диван арсений говорит мам не надо убирать отсюда диван лёш спрашивает сколько он размером они размером он 22 233 на метр 10 до а в кухне у нас на 80 сантиметров стоит диван ну то есть понимаете да на 50 сантиметров поуже это вот так вот будет по идее сюда бы диванчик но арсений в следующем году пойдет в школу и у него там в углу будет рабочее место он там а у феди будет здесь рабочее место поэтому а хочется мне мебель поменять сразу понимаете да допустим кровати уже там метр девяносто в длину или два метра поставить не знаю еще не решила возможно метр девяносто я не думаю что у нас будут мальчики сильно высокие хотя вот у лёши был брат он был выше лёша и федя по росту он как бы ну ну высоковатый скажем так идет арсений пониже а федя вот то есть я думаю что федя будет повыше чем арсений но не думаю что двухметровая кровать нужно ну ладно там решим так что я хочу сказать значит если сразу мебель заказать то два стола надо ставить федя он как бы и в принципе не нужен другой стороны если он будет заниматься тоже то наверное нужен а то можно было бы сюда диванчик поставить ладно посмотрим удобно с диванчиком потому что они вот до этого не у нас там ошивались сейчас они прямо на этом диване им прям все нравится а вот кстати девочки что я хотела вам показать это . бочка бак вот забыл бак что вчера привезли его 1850 на 55 литров вот так он выглядит он с подогревом то есть так то мы не планируем подогревать видите он черный быстро будет нем набираться я группе опять отнимал он говорит что тебе хватит я говорю мне хватит я помою свою тело а остальным не хватит поэтому здесь стоит вот это одеяло у нас было как раз между швом ну две части две детали дивана и там щель была вот она была проложена на дачу отвезти а на даче одну выбросить вот и вот это вот топпер девочки очень хороший топпер я бы его может быть постелила на кровать но он на два метра у нас кровать на метр девяносто и поэтому два метра это конечно сильно сильно неудобно вот а так вот так вот стоит прям здорово вчера лёша приехал с работы но еще какое-то время было я монтировала и он полежал здесь так удобно так хорошо ну отдельное место поэтому мы хотим в кухне диван обязательно вот сейчас я не застилаю кровати как раз буквально несколько дней потому что дети на них даже не сидят не лежат ничего но они все время здесь или в креслах своих ну пока вот знаете пока здесь одно же время у меня на стуле они там крутились ну то есть понимаете да меняют место дислокации ну и здесь на столе я не трогал это еще со вчерашнего вечера так что все хорошо вот слышите вы слышите я иду и липнут обои липнут ноги липнут к полу вот и говорила что ли но им то в принципе неплохой только скользкий и только скользкий и глухой или как-то только ссыца и глухой ну в общем липнут ноги хотя пол чистый и я не знаю почему так вот солнышко было расшторилась вернее зашторила солнышко ушло расшторил а потом нафиг пусть будет зашторенная потому что ну разгуливается погода опять разгуливается девочки так что вот картинки мальчишки повесил ли это федер рисовал это арсений меня нарисовал очень даже красиво в эту гарти он не умеет рисовать видение у него такое видение вот это он разукрашивал видимо он я теперь я раньше любила разукрашен тоже любит но я не любила такие большие детали разукрашивать мне бы маленькие вот цветочки там еще что-то мир закрашки есть и как-то показывала давно ну будем когда с вами разбираться покажу разукрашки которые у меня дороги они я даже не знаю как их расхламить девочки не знаю вот так что вот так что прямо мне здесь сейчас нравится и знаете что мне еще нравится девочки только здесь но здесь потому что площадь побольше и в кухне в коридоре я даже не хочу показывать что там происходит полы мыть неудобно я жду не дождусь когда у меня будет свободные углы свободно нигде ничего не заставлено но я думаю что скоро скоро мы с вами к этому придем что вот у меня цветы вот эти цветут девчонки ну вроде бы прикольно цветут нас живут вот они цветут от них столько грязи прямо я не могу но я уже оступала правда специально намеренно стучала потому что ну когда вытирала столь так сыпется сильно прямо ужас ну а здесь девочки вот как все выглядит лёша этот картон не выбрасывает потому что он говорит я буду когда штукатурить но он пригодится мне пусть стоит но он сказал обещал мне его сложить аккуратненько в общем пока здесь стоит ты сам скоро будет штукатурить не вижу смысла переделал ну двойную работу делать вот она пока вот так мне не нравится но это временно и вот эту доску надо отпилить хоть сколько это отпилить чтобы она машину влезла то видите она не влезла в прошлый раз там у него что-то рабочая ну не знаю даже не буду врать тяжелый мешок не мой это василек вчера забрали надо будет завтра не сегодня завтра сегодня не хочу если уже подустала малость вот и значит что здесь у меня кучка на дачу это вот я хочу отдать на вверх деткам я спрашивала возьмут нет мало феди мирослава тоже не подойдет по размеру ну как бы маловато у них там маленький арсений вот так я что говорю вот когда вот тут все вот так наставлено надо промыть нормально меня прямо это подбешивает но с другой стороны девочки я поняла что у меня прихожая будет заканчиваться на уровне вот этого стола как раз вот тут вот дверь заканчивается но в кухня и вообще удобно вот так заходить а туда мы не часто ходим и в принципе здесь получается сантиметров 80 будет проход а то может и метр все зависит от того какую я захочу глубину шкафа и все таки я решила здесь вот так вот шкафы не знаю зеркальные или просто глухие не решила но точно поняла девочки что здесь будет наверное вот до сих пор и мне это нравится и когда будет шкаф заканчиваться там будет цветок стоять да и вот эта вот картина будет висеть на той стене где у нас сейчас комод стоит я конечно покажу но у меня потому что здесь стопка одежды ну вот оно я все стираю накладываю накладываю понимаете вот там будет комод стоять наверное ну вот на этой стене будет картина висеть я буду выходить из спальни буду сразу видеть мне будет нравится ну и в то же время не постоянно вот как я здесь хотела чтобы она висела нет это будет постоянно видеть она как бы под надоест и когда солнышко светит ну отсвечивает некрасиво получается так что вот это когда мне очень нравится конечно и девочки стол я решила перед трансформировать до наверное но об этом мы с вами поговорим завтра серьезно сейчас представляете с вами поговорила и у меня тут же звонит вот этот телефон на который я снимаю в руках звонит я такая не поняла один раз там спам какой-то был звонил ну когда зарегистрировалась больше никто не звонил смотрю любимый муж как я не понимаю как на эту симку я его даже туда не подписывала никаким образом то есть девочки я вообще не понимаю как такое может быть а у меня сел тот телефон я с ларисой разговаривал по телефону разговариваю все он сел я читаю еще пылесосила но в моменте мне надо было пропылесосить вот вроде полы помыла и фига где-то откуда-то что-то посыпалось блин меня прям бесит вот и тот телефон сел я говорю как ты вообще как нет ладно как он мне позвонил это понятно у него есть этот номер а как он так записан у меня в этом телефоне если в этом телефоне я никогда никому с него не звонила все интересно девочки я девочки там она я сейчас у меня сушилка здесь стоит да я сейчас спали в общем я сейчас все перестирываю очень много уже перестирала и вот и риска тоже сюда пришла здесь у нас тюль висит ведро стоит ну в общем так надо пока герань у меня стоит потому что солнышко солнышко девочки здесь вот кресло которое по цвету конечно же не подходит но если я на нем сижу я любуюсь на свою комнату и вот здесь я тоже все девочки перестирала вот прям стирала ну после стирки вешал вот так все высохло и в принципе можно в шкаф повесить даже можно ну нужно нужно такие вещи я глажу но я разово глажу футболки в общем вот даже этот покрывала постирала ну которая для глажки тоже вот этот вот пиджачок или как его называют покупали сейчас лёшу только встречаться начали ни разу он его не надевал может быть один раз может быть один раз тоже постирала и в принципе он ему маловат был а сейчас он похудел но он давно похудел то есть как первое время мы начали встречаться он как-то поправился от спокойной жизни а потом он похудел и все я думаю что вот сейчас он ему как раз будет нормально надо чтобы он его померил что у меня здесь вот висит одежда тоже вот такая вот у меня есть штучка вешалки все перемыла потому что они пыльные были девочки а у меня остатки с дачи и там даже макаронов чуть-чуть есть это я закидывала сюда но не отдельную же тарелочку мне выделять для этого я думаю может лишь поезд не то что же не ест в общем я сейчас все это я естественно не съем но покушу даже кабачок кстати вот а сегодня знаете что хочу делать капусту потушить капусту и возможно эти куриные котлетки рубленые господи куриные рублены очень вы поняли не знаю что но хочу прям капусту почему ты лишь укрот сделать а можешь картошку под нет картошка нынче дорогое удовольствие девочки я собралась есть называется вот всегда так когда начинаю что-то готовить там это она сюда приходит и ложится в общем вот какая у меня красота получилась остатки вчерашних помидор огурца нет представляете эти помидоры были полезны я их в пакетик убирала вот сейчас достала очень вкусно кабачки съела холодными прямо из сковородки поставила телефон мой девочки как мне нравится эта подставка я вот вам скидки и акции какие то ну то есть посмотрите почитаете кому интересно вот на этой прекрасной ноте очень вкусно я буду с вами прощаться у меня здесь еще и чай стоит спасибо что были со мной девочки всем пока девочки пуст крипту я ее не прогоняю я переставила и сяду вот на этот стул а то сейчас напишите что в итоге я не прогоняю нет как ее могу я не могу дожди чудо господи в чем стул девочки заляпали дети заляпали чем-то стул причем в камеру видно мне вот такого не вооруженным глазом ты не видно все теперь точно пока до завтра